В эфире Крик Криминал Комментарий в студии Эдуард Бушуев. Здравствуйте! Сегодня подведем итоги недели. Аварийный хаос. В ДТП страдают водители, пассажиры и пешеходы. Чем чреват обеспеченность на дороге? С гранатой на участкового. Женщина-полицейский не остановила рецидивиста от неадекватной агрессии. Чего ожидать от такого вооруженного дебошира? Дача на засов. Окончание сезона привлекает садовое общество воров всех мастей. Защитит ли от них злая собака? Сразу три крупные аварии, в которых пострадало шесть человек, в том числе дети, произошли в Сыктывкаре. Водитель седана попытался проехать перекресток первым, но не успел. Грубое нарушение правил перехода проезжей части чуть не стоило жизни малолетнему пешеходу из Эжвы. Ошибка шофера седана на малой объездной привела к транспортному коллапсу в микрорайоне орбита. Кадры смес дорожных происшествий в материале Богдана Акопян. Решил сэкономить время, а вместо этого отправил пассажирку встречного авто на больничную койку. В Сыктывкаре выясняются обстоятельства аварии, которая произошла возле торгового центра на Сысольском шоссе. Момент столкновения зафиксировала одна из камер видеонаблюдения. При выполнении маневра левого поворота на разрешающий зеленый сигнал светофора не уступил дорогу, в результате чего совершил столкновение с автомашиной Киа Рио. Пассажир автомашины Киа женщина 1986 года рождения. Диагноз – перелом груди. Была пристегнута ремнем безопасности. Ушибы груди получили и две юные пассажирки второй иномарки, 10 и 13 лет. В момент столкновения они сидели на заднем кресле и были пристегнуты ремнями безопасности. Медицинская помощь понадобилась еще одному участнику аварии в Эжве. Шкода «Октавия», двигаясь по улице Маяковского, Эжвенского района города Сыктывкар, в районе дома 9, совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пострадал мальчик 2015 года рождения, который получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и множественные ушибы. Восьмилетнего мальчика доставили в детскую республиканскую больницу. Известно, в момент наезда ребенок гулял без сопровождения взрослых. Лобовое столкновение двух автомобилей привело к многокилометровой пробке в столичном микрорайоне «Орбита». Восемь утра на малой объездной дороге водитель серебристой «Лады» 15-й модели не справился с рулевым управлением, пересох сплошную полосу и протаранил встречный универсал. Предполагаемый виновник столкновения получил перелом правой ноги и был срочно доставлен в больницу. Второй участник аварии отделался лишь ушибом грудной клетки. От госпитализации мужчина отказался. Автоинспекторы полностью перекрыли проезжую часть на этом участке дороги, поэтому весь поток автомобилей хлынул на Октябрьский проспект. Моментально в самый час пик на главной транспортной артерии города и примыкающей к ней улице образовались многокилометровые пробки. По факту ДТП проводится проверка. Захотел легких денег и в итоге угодил за решетку. Сыктывкарский суд вынес приговор Виталию Насонову за совершение серийных краж в сети интернет. По материалам уголовного дела, в сентябре 2021 года молодой человек наткнулся в одном из мессенджеров на заманчивое объявление о легком заработке. Прошел по ссылке, а затем вошел в организацию интернет-аферистов, так называемых мануалов, которые создавали фишинговые поддельные веб-страницы. Своих жертв он находил на сайтах бесплатных объявлений под видом продавца электроники, бытовой техники и других товаров. Когда молодой человек видел, что потерпевший будет согласен на его дальнейшие условия, направлял в мессенджер в WhatsApp ссылку, переходя по которой потерпевшие вводили данные своих карт. При этом ссылка была запрогрена так, что потерпевший при вводе данных карт и вводе кода подтверждения операции получал сообщение об ошибке платежа. Потерпевший повторял процедуру, у него списывались заново те же самые денежные средства. От действий виртуальных злоумышленников страдали не только покупатели, но и продавцы товара, которые переходили по ссылке, вводили на фишинговой странице реквизиты своих карт и код подтверждения банка. Так преступная группа получала доступ к счетам потерпевших и похищала их деньги. Чтобы скрыть следы, интернет-воры использовали подконтрольные счета и криптоплатформы, где средства конвертировались в биткоины, а затем обратно в рубли. За 7 месяцев у 20 человек жителей Коми, Красноярска, Новосибирска, Санкт-Петербурга они похитили 332 тысячи рублей. 85% от этой суммы получил Виталий Насонов. Он же и возместил весь ущерб потерпевшим на стадии следствия. Это обстоятельство значительно смягчило приговор, но не уберегло 27-летнего составкарца от лишения свободы сроком на 4 года. Его адвокат обжаловал приговор в Верховном суде Коми. Два года строгача за угрозу гранатой полицейскому получил житель столицы Коми Руслан Смирнов. Инцидент произошел в конце марта в одном из домов Сыктывкарского местечка-лесозавод. Оказалось, злостное неповинение стражам порядка в его жизни стало уже нормой. Осенью 2018-го он кидался с огромным тесаком на сотрудников ППС и во время сдержания ранил одного из них. Получил срок, отсидел, но уроков для себя так и не вынес. Репортаж Виктории Палкиной. 25 марта в один из домов в Сыктывкарском местечке-лесозавод пришли двое участковых отрабатывать жалобу жильцов на шум соседей. Хозяин Руслан Смирнов и две его гости – девушка и одноклассница. В этот момент распивали спиртное. Появление стражи порядка пьяный мужчина воспринял весьма агрессивно и начал их прогонять, угрожая предметом, похожим на осколочную гранату F1 – так называемой лимонкой. Начал вставлять палец, угрожая, что сейчас взорвет, выдернет, демонстративно несколько раз это делал. Сколько он также и бил об стол, то есть там она фактически весит почти полкилограмма. То есть у них сложилось впечатление, что это действительно боевая. Они, чтобы не накалять обстановку, никак старались визуально не реагировать, не пытались убежать. Потом уже его увели в другую комнату, они ушли. Участковый, мужчина и женщина покинули опасное помещение и вызвали подкрепление. На место происшествия прибыл ОМОН Росгвардии. Группа захвата действовала молниеносно. В ходе переговоров данный гражданин вышел в подъезд. Не ожидав увидеть сотрудников ОМОН, он испугался, так как нами была организована группа захвата. Неоднократно было приказано ему положить гранату на землю. Осмотрев визуально гранату, было видно, что она не на боевом взводе, не несет никакой опасности и вреда окружающим и также сотрудникам. Несмотря на попытку забежать в квартиру, Смирнова задержали. Сотрудникам полиции Руслан был хорошо знаком. За четыре с половиной года до этого мужчина в наркотическом опьянении угрожал огромным ножом экипажу ППС. «Брось на землю!» «Брось на землю!» «Видно было, что человек неадекватный, то ли в наркотическом опьянении, то ли в состоянии алкогольного опьянения. В общем, на наше предупреждение остановиться, бросить мачете не реагировал. После чего он продолжал идти в мою сторону, нанес мне удар данный мачете по левой руке, получается, в область левого предплечья». «Замахивался, да, получается, если бы руку не поставил, то где-то вот сюда бы удар пришел, в область шеи». В октябре 2018-го полицейских также вызвали обеспокоенные жильцы, когда увидели неадекватного соседа, который бегал босиком. Стрелять вооруженного мужчину полицейские не стали, хотя имели на это полное право. Когда дебошир выбежал на улицу, стали его ловить, чтобы тот не натворил беды. Во время задержания он ранил одного из полицейских. «Стой! Стой, я сказал! Иди сюда! Давай нормально поговорим! Иди нормально поговорим! На ручки дай! Смотри, как меня глубоко снули как! Я вижу, вижу! На, не встал! «Помогите! Помогите!» По факту причинения насилия, опасного для жизни и здоровья, в Следственном комитете возбудили уголовное дело. Подозреваемый признал вину и извинился перед потерпевшим. Пояснил он свои действия тем, что он, выйдя из квартиры, хотел выбежать на улицу, однако, заметив перед собой собственников полиции, которые что-то ему говорили, что именно он там пояснить не смог, он решил, чтобы освободить перед собой путь. В общем, таким образом, мягко бы, не исключая, что махал при этом ножом, попытался выбежать из подъезда. 27-летнего сыктывкарца тогда отпустили домой. В ноябре соседи вновь пожаловались на шумного соседа, который посреди ночи устроил погром в своей квартире. Прибывшие полицейские обнаружили в руках Смирнова пакетик с наркотиками. Сам он нес какую-то ахинею. За причинение насилия, опасного для жизни и здоровья, а также за приобретение и хранение дурмана, Руслана Смирнова тогда отправили на три года и семь месяцев перевоспитываться в колонию общего режима. На свободе он пробыл недолго и вновь угодил за решетку. И хотя граната в итоге оказалась учебной, по факту угрозы жизни и здоровью участковым возбудили очередное уголовное дело. Протрезвевший дебошир извинился перед полицейскими, но вины не признал. Заявил, сотрудники, пришедшие к нему, были без формы, да еще и не при исполнении. Гранату он им просто показал, но не угрожал. С приговором два года лишения свободы не согласился и собирается обжаловать в Верховном суде Коми. Дачный сезон подходит к концу. Первое заявление о кражах уже поступает в отделы полиции региона. В Сыктывкаре супруги оставили на улице на территории Эжинских садовых обществ акустическую колонку стоимостью 16 тысяч рублей. Вернулись с забытым гаджетом, но на месте его не обнаружили. Как защитить имущество от преступников, в рубрике «Полиция» сообщает, расскажет представитель МВД Виктория Марохина. С наступлением холодов садоводы-любители перебираются в городские квартиры, оставляя загородные участки без присмотра. Этим пользуются злоумышленники. Объектом преступных посягательств становится имущество, которое остается на даче. Посуда, личные вещи, электроинструменты, строительные материалы, а также лом черных и цветных металлов. В Сыктывдинском районе злоумышленник проник в незапертую хозяйственную постройку на дачном участке и похитил электродрель, перфоратор, ручной и фрезерный станок, строительный фен, бензопилу и две радиостанции. Ущерб – почти 50 тысяч рублей. Поэтому, прежде чем покинуть летний домик, отдыхающим необходимо принять меры к сохранению своего имущества. Не оставляйте на дачных участках ценные вещи, телевизоры, технику, электро- и бензоинструменты. Мебель лучше вывести, а остальное спрятать в надежных местах. Если все остается на даче, то стоит оборудовать помещение крепкими дверями и надежными замками. На окна следует поставить решетки или ставни. Чем больше сложностей вы создадите незваным визитерам, тем выше шанс сохранить свое имущество. Хороший способ защитить свой участок от воров – это попросить соседей, постоянно проживающих в дачном обществе, присматривать за вашим домом и сразу же сообщить вам о подозрительных лицах. Кроме того, вы сами можете хотя бы раз в неделю приезжать и проверять целостность запирающих устройств и окон. Если кража все же случилась, ни в коем случае нельзя уничтожать следы на месте преступления. Необходимо оставить все как есть и незамедлительно вызвать полицию. По горячим следам раскрыть преступление будет гораздо проще. Если финансы позволяют, то вы можете установить на участке систему видеонаблюдения и заключить договор с охраной организацией. Такой способ защиты самый эффективный. Ваша фазенда будет под постоянным присмотром. Впрочем, надежные соседи, крепкие замки, двери и окна, таблички «Ведется видеонаблюдение» или «Осторожно, злая собака» – другие меры предосторожности уберегут вашу дачу от взломщиков. На этом выпуск завершен. В студии был Эдуард Бушуев. Наша программа не только на страничке ВКонтакте и на сайте yurgan.rf. Теперь мы в прямом эфире еще и в виде хостинга «Рутуб». Следующий обзор криминальных происшествий пройдет в понедельник. Иван Беречевский. Берегите себя и своих близких. Редактор субтитров А.Семкин